Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий Кравцев Сергей, сегодня мы разговариваем на такую тему, как же найти себе именно мужа, жену и вообще по жизни такого хорошего партнера, как говорят про жену друга, любовницу, маму и так далее. Ну и мужа, я думаю, что в какой-то степени это касается, что если вы ищете себе удачного, так скажем, мужчину, который будет хорошо зарабатывать, любить вас и никогда не изменять. В общем, это все я вкладываю в понятие хороший партнер, муж, жена. В общем, смотрите, очень много дурацких советов нашел, пока эту тему изучал. Ну, без обид даже касательно блогеров, которые там пишут, снимают видеоролики на ютубе, такие советы мне попадаются, типа, ну, особенно женщинам из разряда начните ухаживать за собой. То есть, если вы, типа, расстались в отношениях, да, вот вы пережили там плохие какие-то отношения, все, вы решили себе найти нового мужика, начните ухаживать за собой, полюбите себя, начните ходить в фитнес, начните ходить в какие-то бары, рестораны. Ну и сразу хотелось бы сказать, в чем минус такой стратегии, в чем минус того, что вы начнете ходить в бары, рестораны и так далее, фитнесы и даже там тратить деньги на косметологов и прочего. Во-первых, то, что вы раньше за собой не следили, а сейчас вы начнете типа за собой следить, не является критерием того, что вы будете использовать данную поведенческую стратегию постоянно. Скорее всего, ваши попытки лучше ухаживать за собой, это я могу сказать вам как не только, да, блогер-психолог на данный момент, но и как блогер-фитнес-тренер, блогер-врач, как человек, который в фитнес-индустрии отработал уже, наверное, скоро будет почти 10 лет, я не знаю, там надо посчитать, ну не 10 лет, 8, не соврать. В чем смысл? Все это эпизодично, вот у большинства женщин все это эпизодично. У вас есть определенная, назовем ее так, определенный социальный ранг, определенный социальный статус, которому вы соответствуете. Вы можете тратить свой ресурс на то, чтобы повысить этот социальный ранг, но повышение социального ранга точно так же, ну то есть, что я вношу, чтобы вы понимали, в социальный ранг в основном для женщины, для мужчины социальный ранг это скорее то, как он добывает какой-либо ресурс, да, зарабатывает. Вот, а для женщины, как правило, это внешность, потому что если мы берем классический сценарий женской самореализации, она реализовывается, ну, за счет внешности, ну, даже косвенно, да, даже социально, то есть, сюда вкладывается очень много моментов, то есть, женщина хвастается своей внешностью, как правило, мужчина хвастается, как правило, своими какими-то атрибутами, которые подчеркивают его социальный статус, там, в плане машины, квартиры, большой бицухи и так далее, но в современном мире все эти атрибуты для мужчины означают трату денег, тогда как для женщины, в принципе, наличие красивой внешности, как правило, обеспечивает, ну, возможность быть настолько социально продуктивной, да, за счет, там, просто даже, что она своему начальнику будет нравиться, и он ей, там, простит какие-то прогулы и так далее, повысит ее по работе, не обязательно какой-то, там, секс между ними будет, просто какая-то симпатия, да, от него, и сразу, соответственно, она может очень-очень высоко продвинуться, но это по классической схеме, опять же, если мы рассуждаем, как в большинстве случаев это происходит, поэтому для женщины социальный ранг, как правило, определяет внешность, да, если мы возьмем соцсети, все соцсети это подтверждают. Ну, ладно, это мы отвлеклись. Почему социальный ранг не выгодно повышать, когда вы хотите выйти замуж, найти себе мужа? Ну, это очень просто. Две причины. Первая. Раз вы ищете себе мужа, то, скорее всего, в данный момент вы без мужчины, правильно? Или, может быть, без, ну, толкового такого хорошего мужчины. И, соответственно, ваш материальный ресурс, даже если мы не рассматриваем то, что он там какие-то деньги там дает на косметологов, там, фитнес и прочее, ваш социальный ресурс все равно ограничен. Так, как правило, там, за квартиру, коммуналку и прочее все равно мужчина может взять часть расходов, даже если вы эти расходы делаете, ну, типа, 50 на 50, что, в принципе, редкости большинство мужчин берут на себя большую часть каких-то социальных расходов. Это раз. Так вот, вы без мужчины, я не договорил, вы без мужчины, ну, и, соответственно, вы лишены, да, такой подпитки материального ресурса, и вы сейчас еще свой небольшой ресурс, если хотите вогнать в улучшение социального ранга. Это улучшение социального ранга не гарантирует того, что в переполненных социальных сетях уже так же на улице у вас много конкурентов, да, у девочек, которые больше времени, сил вложили в это, да, в свою внешность, вы хотите с ними начать соревноваться через внешность. То есть, это как, как вам сказать, это как маленькие, да, такие ворота, и вот все девочки в эти маленькие ворота, в эту маленькую калитчику в огромную очередь встали, и вы хотите по критерию внешности всех мужчин чем-то уже удивить и так далее. Хотя у нас уже индустрия красоты на такой вообще, на такие высоты, да, шагнула. Вот эти вот филеры одни, что стоят и так далее, все вот эти косметологические штуки. И то, что я там, ну, в принципе, вот приходит девочка, она говорит похудеть, и прям она старается, я стараюсь прям 2-3 месяца, все, мы сделали ей вкусное, красивое, классное тело. Это несложно, это стоит денег, но это несложно на самом деле. Поэтому здесь нужно понимать, зачем вы тратите вот эти вот достаточно крупные деньги, большинство из вас ограничены в материальном ресурсе, и вы хотите в это вложить, чтобы встать в очередь. Вы до самой старости будете в этой очереди стоять. Ну, то есть, понимаете, это непродуктивно, вы пытаетесь решить проблему, одну проблему решением другой проблемы, да, не решая конкретную проблему. Вы пытаетесь решить проблему головы проблемой жопы, ну, серьезно. Вы пытаетесь накачать задницу, хотя единственное, что нужно для того, чтобы найти себе правильного, да, партнера, это прокачать голову. Потому что все наши проблемы, да, они идут из головы. Даже та проблема, что у вас там висит сейчас задница, она идет из головы, да, этим нужно было заниматься изначально. И уже там вопрос, почему вы этого не делали. И, соответственно, что нужно сделать сейчас? Нужно сейчас осознать, что вы ищите себе партнеров. И то, как вы будете общаться с этим партнером, и то, какого партнера, точнее, из каких претендентов, да, на роль партнеров вы будете выбирать, будет являться залогом вашей успешной операции по поиску мужа, да. А это часть 2 уже у нас получается. Это самая вторая главная причина не решать проблемы головы решением проблемы жопы. Вот. И, соответственно, вот это вот главный, ключевой момент. Еще раз повторюсь. Проблемы жопы не решаются проблемам головы. Как решать проблемы головы? Начнем с того, что вам нужно понять, какие функции ваш мужчина должен выполнять. На самом деле, вам может показаться, что все просто. И те требования, которые вы выдвигаете к партнеру, ну, они максимально, как это сказать, максимально стандартные, да. Но на самом деле нет. Так как канал подсвечен вообще у меня медициной, фитнесе и психологии, в разделе психология я выбрал именно то направление, которое наиболее, так скажем, продуктивно, да, такая прикладная психология, называется типология личности. Это я для тех, кто первый раз зашел ко мне на канал. И вот типология личности, она как раз отвечает на главный вопрос, да, какой инструмент использовать. В зависимости от того, во-первых, какой у вас тип личности, вы должны выбирать себе в партнера, который будет соответствовать вашему типу личности. Ну, допустим, если вы девушка-эпилептоидка или мужчина-эпилептоид, и вы найдете себе в партнеры шизоиду или шизоидку, вам будет очень-очень сложно. И, соответственно, таким образом вам нужно подбирать максимально близкий к вам тип или наоборот. Ну, то есть, допустим, двум паранояльным будет очень сложно, если у них будут разные идеи, да, если они будут двигаться не в одну сторону, а совершенно в противоположную. Поэтому тут нужно очень четко понимать, какие требования вы ставите перед человеком. Вы хотите, чтобы он хорошо зарабатывал, чтобы он был конкурентно способен с другими мужчинами, и вы ставите требования, чтобы по отношению к вам он был очень нежен и ласков, просто как картеричка. Это очень сложно. Это очень сложно, потому что в основном эпилептоиды паранояльные, нарциссы, они очень успешны бывают в жизни. Вот, особенно эпилептоиды, параноики, прям, ну, да и с нарциссами их можно отдельно, там, да, я много про них рассказываю, смотрите, специфический тип такой. Вот, и, соответственно, с этими типами сложно, когда вы начнете жить, когда вы будете с ними находиться в долгих партнерских отношениях, вы поймете, что здесь имеется такая параноик с эпилептоидом, эмоциональная холодность. У нарцисса вот это вот так называемое состояние горячо-холодно, когда он по отношению к вам то очень добр, то начинает понижать вас. Поэтому тут, понимаете, не может быть, как в этой пословице, да, и рыбку съесть, и, в общем, на табуретку съесть. Вот, поэтому здесь получается как? Получается, что вы должны выбрать, либо вы все-таки ищете партнера в сторону смещения ситуации его личности в эмотивных, в добрых таких людей, чувственных, либо все-таки он успешный по жизни. И бывает смесь эмотивных эпилептоидов, но у эпилептоида, посмотрите мои видеоролики, есть определенные характерные особенности его поведения. Поэтому, ну, не получится вот просто так взять и, соответственно, понимаете, выбрать, вот сказать, я хочу эмотивного эпилептоида, и меня все устроит к тому, что он будет абсолютно продуктивен в жизни. Или то же самое, эмотивная эпилептоидка, если меня смотрит мужчина. Она о вас будет заботиться, она вас будет любить, но она вас в то же время и будет контролировать. И вот, понимаете, очень сложно определиться, хорошо это или плохо. Особенно очень сложно, когда вы уже начали отношения с этим человеком. И потом вы выходите из этих отношений, потом у вас эмоциональная травма, или вы просто затратили временной, эмоциональной, материальной и так далее, ресурсы. На эти отношения. Поэтому проще изучить типологию личности на самом примитивном хотя бы уровне и выбрать себе партнера. Потом еще один такой момент. Значит, смотрите, вы после того, когда вы определились уже, какой тип личности ищете, вы будете тренироваться определять эти типы личности. Потом, вы если выбрали, допустим, что вам нравится, к примеру, эпилептоиды. Вы находите в интернете, там и в моем блоге, да и вообще в интернете много информации по эпилептоидам. Находите, решил себе найти эпилептоидку, эпилептоида. Значит, какими качествами они обладают? Они там аккуратные, там, ну, допустим, там требовательные, еще какие-то, грубоватые. Вот. И вы уже вычленяете из остального социума эпилептоидов. Вы понимаете, что вам эти качества нравятся, что вы конкретно эти качества ищете. Вы отсеиваете людей, уже не обладающих этими качествами. И, соответственно, вы понимаете, вы ищете конкретного человека. И эти люди, пользуясь типологией личности, они, в общем-то, ну, их достаточно много. И достаточно просто найти именно тот психотип, который вам нужен. Вам не нужны никакие карты, бабки-гадалки, никакое ухаживание за собой. Вот, например, эпилептоид, он может не совсем, да, оценить ваши там какие-то мелкие детали, там, ногти, маникюры и прочее. Вы зачем его будете делать, скажите? Или если вы девушку-эпилептоидку, то же самое, к мужчинам обращать, вы решили там девушку-эпилептоидку, да, как-то ее это привлечь. Ну, она будет ценить какие-то, опять же-таки, примитивные вещи в вашем социальном ранге. То есть, может быть, даже, ну, такие более брутальные, да, там, чем нежели, к примеру, тоже какие-то нюансы касательно того, там, прорисовки кубика пресса. Вот у меня очень много, да, там, истероидов знакомых, там, и тоже они какие-то детали начинают, там, дорабатывать себе, там, какую-то гармонию, пропорции, загар, еще какие-то вещи, дорогую одежду. Эпилептоидка, она может не оценить дорогие шмотки на вас. Она оценит, они, как правило, любят крупных мужиков, которые, ну, вроде как-то, там, что-то зарабатывают. Вот, хотите ей показать, что у вас есть день, и, там, какую-нибудь цепь на себя повесил просто, там, золотую, здоровую. Вот из разряда, там, мужик из 90-х, это вот прям у них, там, нечто, нечто среднее, если она не высокоинтеллектуальная такая сильно. Ну, вот, нечто среднее между мужиком из 90-х и, там, современным каким-нибудь бруталом. Вот, и ей заходят нормально, то есть, и они сами такие, они достаточно мужественные девушки, поэтому им не надо сложностей, там, каких-то сложных искать, им не надо каким-то сложным заниматься пикапом. Все очень достаточно просто и примитивно. Под каждый тип личности есть своя стратегия поведения. Вы ее придерживаетесь, вы находитесь тип личности и начинаете с ним работать, прорабатывать и давить на его больные точки. У эпилептоидки это одно. Ну, если она аккуратная, да, ну, покажите ей, что вы тоже аккуратный, ответственный человек, что вы серьезны. Если вы сам шизоид, вы решили найти себе шизоидку, ну, и разговаривайте с ней, там, об аниме и высоких материях, это вполне нормально. Понимаете, то есть, соответственно, здесь нужно понимать, кого вы ищете, а второе, как вы, когда найдете, вот вы найдете этого партнера, как вы с ним будете общаться. А то, где искать этих партнеров, это вообще не проблема, потому что в вашем уже окружении, в социальных сетях и так далее, вам уже можно вычислить потенциальных партнеров, исходя из ваших требований к типу личности. Вы там даже на сайт знакомств, когда зайдете, вы уже их можете отсеивать, вот этих вот потенциальных партнеров. Просто другое дело, что когда вы ищете себе партнера потенциального, вы не концентрируетесь на том, какой у него тип личности. Ну, вы просто ищете, смотрите, о, цветы подарил, там, еще что-то сделал, там, какие-то вещи сделал, которые вам нравятся, значит, классно. Да, может, он нарцисс богатый, он просто вами манипулирует, для него вообще ничего не стоит сделать, там, пообещать то, что он женится на вас, там, может, он даже машину, может быть, вам купит, или еще что-то сделать. Ну, мало ли, сколько у человека денег, может, ему вот так машину купить. Но этот человек не останется с вами, вот в чем суть. А вы же ищете, хотите найти человека, который останется с вами, да, который будет ответственен за вашу судьбу, который будет, там, помогать вам, то же самое, если это женщина, чтобы она, там, вам не изменяла, чтобы она, там, может быть, и вы хотите, чтобы она за собой слетила, или мамой хорошей была. Вот, поэтому, чтобы вот эти вот качества выявить, какие вы хотите у партнеров, да, и необходимо знать типологию личности. И вы, когда будете знать и разбираться немножечко в типологии личности, вы найдете этого партнера, ну, просто в два счета, просто в два счета его найдете. Поэтому, дорогие друзья, изучайте типологию личности, не парьте себе мозги, не надо никуда ходить, не надо, там, что-то особенное выискивать, не надо ничего делать из себя особенного. В первую очередь, только для того, чтобы жениться, выйти замуж и прочее. Потому что, если вы делаете, ну, кажете собой только для того, чтобы выйти замуж, вы потом, что с мужем-то будете делать? Ну, вы что, ну, вы расслабитесь потом, и все. То есть, уход за собой, он должен, и там, какие-то, да, воспитание любви в себе, любви к себе, там, и так далее, оно все должно идти параллельно с развитием ваших личностных качеств. И вашего интеллекта в первую очередь, да. И партнер вас будет оценивать по тому еще, какие вы поступки делаете по отношению к нему. Большинство инстаграмных девочек, они миллион раз проигрывают с достойными, богатыми, обеспеченными мужчинами. Я рассказывал, что там у меня был опыт, да, когда я, так скажем, наблюдал подобные взаимоотношения. Почему? Потому что богатый, обеспеченный мужчина, он не дурак. Он видит, как может общаться инстаграмная девочка, она два слова связать нормально не может, и он уже ее отнес в сторону временных покупок. Поэтому будьте счастливы, дорогие друзья, находите себе партнеры, задавайте ваши вопросы внизу в комментариях, и мы будем общаться. С вами был Medical Fitness, Кравцев Сергей, я жду вас на своих консультациях по психологии, медицине, фитнесу, в скайпе и любых удобных для вас мессенджерах. Да пребудет с вами здоровье! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр!